Петербургский дневник Петербургский дневник Петербургский дневник между тем, что человек делает, и есть ли кто-то у него под сердцем или живет с ним вместе. Но как это возможно? Если, допустим, я не публикую в интернете какие-то многочисленные фотографии со своим, не знаю, мужем, молодым человеком и так далее, можно все-таки определить? Да, на самом деле все же мы смотрим не столько на то, кто с вами рядом на фотографиях, а то, как вы себя ведете. Естественно, что поведение у людей, которые состоят в отношениях, у них есть кто-то, с кем можно пойти вдвоем в кино, отличается от поведения человека, который все еще ищет или уже не ищет, но проводит время один или в компании друзей. И вот это различие алгоритмом пытается найти, использовать его, чтобы дать ответ. А кто больше публикует фотографии в интернете? Тот, кто свободен или тот, кто не свободен? Вот по этому мы не смотрели, поскольку на самом деле мы смотрим за последние пять месяцев. Понятно же, что характеристика... Почему именно пять? Мы понастраивали, посмотрели. Ну, кто-то расстается, имеет отношения быстро, кто-то находится в браке в течение многих десятилетий. Но вот пять месяцев придает примерно хорошую точность. Так, но пока что, честно вам признаюсь, не очень понятно. Давайте попробуем понять, как это работает. Мы нашему корреспонденту дали задание. Он сегодня утром отправился в университет Итмо и проверил на себе и на своих помощниках, как работает новый алгоритм «Мотор». Свободен или занят? Университет Итмо разработал программу, которая позволяет определить семейное положение человека с точностью до 86%. Так это или нет, узнаем прямо сейчас. А помогут мне Галина и Леонид. И сотрудники, которые разработали этот алгоритм. Здравствуйте. Добрый день. Сейчас алгоритм сможет определить ваше семейное положение. Что для этого нужно от нас? Ну, нужны ссылки на ваши профили в социальных сетях. Галина Ларичева. Как это вообще работает? Вы берете ссылки на конкретные фотографии с наших страниц? Да. И по фотографиям определяет, собственно, ваше семейное положение. Артур, расскажите, для чего вообще эта программа? Как пришла идея ее разработать? Ну, разработчики занимаются социальными исследованиями, в том числе исследованиями социальных сетей, различными психологическими аспектами. Такая программа может пригодиться для различных исследований, если хочется узнать какие-то подробности о человеке, по тому, что он выкладывает о себе в социальных сетях. Вы не одиноки. А подробности есть? Нет, это сжатый вердикт. А мой вердикт? Да, давайте Леониду сейчас проверим. Замужем ли я? Женат ли я? Давайте посмотрим. Ты волнуешься? Лень! Да не волнуюсь я, чем мне волноваться? Я готов смотреть правде в лицо. Вердикт для вас такой же? У вас кто-то есть? В общем-то, мы не одиноки. Да, и это хорошо. А вот и сами ребята. Сейчас мы узнаем, как прошел эксперимент. Галя, что оказалось в твоем случае? В моем случае программа ошиблась, дала сбой. Честно говоря, я так и думала, потому что мне кажется, при достаточном количестве фотографий в профиле в социальных сетях довольно сложно определить, точно, освободен человек или нет. Программа сказала, что я замужем. На самом деле это не так, я свободен, поэтому промах. А мне программа сказала, что я женат. На самом деле я не женат, но я не свободен, и программа не ошиблась в моем случае. Как вы видите, результаты неоднозначны 50 на 50, поэтому говорить о стопроцентном качестве программы мы, к сожалению, не можем, но у нее определенно есть перспективы. Но вот вывод, который сделал наш корреспондент, у программы есть перспективы. Пока что результат 50 на 50. Планируете ли вы улучшать результат? И следующий вопрос, для чего это нужно все-таки? Ну, начнем с результатов. Да, ну, собственно, статистика ведущей была собрана по двум экспериментам, мы провели их немножко больше. И если бы мы взяли много социальных сетей, хотя бы три, то мы получили бы довольно высокий результат. А по лишь одной социальной сети, в которой есть фотографии, мы получаем результат довольно низкий. Ну, в зависимости от локации, это 60-65%. Что, на самом деле, довольно похоже на то, что у нас получилось. В одном случае программа ошиблась, в другом случае программа сказала правду. В целом, мы, конечно, планируем это дело улучшать дальше, но, на самом деле, это всего лишь часть исследований. Конечно, исследования, давайте мы будем определять, состояние человека в отношениях или нет, для нас настоящее научное исследование не тянет. Понятно, что должна быть у этого всего некая сверхзадача. Понятно, вот раскройте. Собственно, мы занимаемся тем, что пытаемся извлечь информацию о пользователе, его поведении в социальных сетях, причем нескольких, что довольно ново. И на основе этого извлечь те самые хитрые паттерны, которые позволяют прогнозировать не только состоителенные отношения, но и многие другие характеристики. Пол, возраст, социальное положение, доход. Психотип, наверное, туда же, да, что можно проследить, да, даже не владея некими компьютерными технологиями, верно? Да, именно так. И, на самом деле, само это исследование просто показывало, то, что раз мы можем предсказать и довольно с хорошей точностью состоит ли человек в отношениях или нет, то и психотип тоже, в общем-то, примерно рядом, поскольку тесно связана величина. Но вот ваша коллега, один также из главных разработчиков, Ксения Бурая, также, да, она студентка университета ИТМО, я просто вот процитирую ее, записала специально, когда готовилась к нашей беседе. Если говорить глобально, характеристика личности по активности в соцсетях позволит вычислить членов опасных группировок, а также находить людей, склонных к депрессии и самоубийству, и предлагать им своевременную помощь. Действительно ли, ведь здесь говорится о очень важных и таких довольно труднопрогнозируемых вещах, действительно ли это возможно, используя информацию из интернета о человеке? Да, безусловно. И, собственно, сейчас такие системы есть. Просто вопрос о том, как повысить их точность. Но то применение, которое наиболее востребовано, экономическое, которым Ксюша не упомянула, это рекомендации. Рекомендации товаров, услуг и даже друзей. Все то, что позволяет монетизировать информацию про человека. Когда мы хотим что-то заказать, система старается максимально построиться под нас, чтобы порекомендовать нам что-то, что было бы нам наиболее интересно. И когда такая система знает про нас максимально много, она и прогноз может сделать такой, что мы не уйдем на другой сайт, а купим здесь. Но вы знаете, тут встает еще один вопрос. Конечно, задача разработчиков сделать так, чтобы их идея, их разработка, чтобы ее можно было монетизировать. Но с другой стороны встает некий другой моральный аспект и вопрос. Ведь никому не понравится, что за ним следят, что информацию о нем собирают. Да, пускай он добровольно эти фотографии, к примеру, или эти тексты выкладывает в сеть. Но вот что важнее, моральный аспект или попытка монетизировать некую идею? Ну здесь все довольно просто. Такой конфликт все-таки. Конфликт, безусловно, есть, но он скорее связан с тем, что все-таки есть договоры открытых социальных сетей, которые предлагают выкладывать информацию, заявляя, что на самом деле вы их выкладываете не в абстрактный интернет, а в социальную сеть, предоставляя в социальной сети доступа к ней. А, собственно, человек хочет, не хочет, он, точнее, если человек хочет, то он выкладывает и вставляет ее открытой. Если он не хочет, то он закрывает в настройках или просто не выкладывает. Как мы видели, собственно, одна социальная сеть дала не самые высокие результаты. Чем больше информации мы их собрали, тем более точная система работает. Опять же, наоборот. Чем меньше информации у нас есть, тем хуже мы можем что-то прискать про человеку. Если вас нет в интернете, то и сказать про вас что-то можно только пообщаться с вами лично. Но вот подводя итог нашей с вами беседы, мы поняли, как вы это делаете, мы поняли теперь, для чего вы это делаете. И все-таки, опять же, мы приходим к мысли о том, что машины иногда несколько умнее, чем человек, правильно? Но если, опять же, речь идет о том, чтобы определить, занято сердце человеку или свободно, наверное, лучше все-таки с ним пообщаться, познакомиться, поговорить. Ну, то есть персональное общение, а не сквозь монитор компьютера или планшета. Да, конечно. И заодно появится шанс поменять его текущее положение. Вот, как раз, да. Вы знаете, давайте вот на этой самой вашей фразе как раз точку в нашей беседе и поставим лучше все-таки в первую очередь живое общение, правильно? Да. И попытка как-то повлиять на ситуацию, изменить ее. Спасибо огромное, говорим мы Андрею Фильченкову, руководителю исследовательской группы машинное обучение и доценту кафедры компьютерных технологий ИТМО. Андрей, еще раз благодарю. Спасибо вам. Ну, а теперь к другим темам.